Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня не щуримся и рассматриваем мозг. Человеческий мозг можно рассмотреть в 3D. Не весь лишь один кубический миллиметр, специалисты из Google и ученые из Гарвардской лаборатории Лихтмана смогли создать трехмерную виртуальную модель небольшого участка самого большого органа нервной системы. Любопытно, что модель в цифровом виде потребовала объема памяти, который сопоставим с объемом 700 жестких дисков по 2 терабайта. Ученые и программисты использовали методику, просвечивающую электронные микроскопии с разрешением 4 нанометра. Участок мозга размером с куб со стороной 1 мм был разделен на 5300 слоев. Каждый слой отсканировали и передали в Google для формирования трехмерного изображения. 225 миллионов плоских фотографий при помощи системы облачных вычислений, специального алгоритма искусственного интеллекта, преобразовали в 3D-объект. Его размер составил 1,4 петабайта. Впрочем, в Google позднее собирается сжать эти данные с помощью технологии машинного обучения. Образец для сканирования был получен во время операции пациента, страдающего от эпилепсии. Подробная модель участка мозга может дать врачам и ученым возможность узнать причины возникновения болезни нервной системы и научиться проводить диагностику на ранних стадиях развития заболеваний. Искусственный интеллект вместо дерматолога. Корпорация Google разработала ПО, которое может определять ряд болезней кожи. Инструмент был представлен на конференции разработчиков I.O. Программы на базе машинного обучения уже позволяют более эффективно диагностировать болезни по фотографиям глаз или снимкам компьютерной томографии. Теперь медики получат подспорье в виде дерматологического сервиса. В официальном блоге Google опубликовано описание сервиса. Представители корпорации Добра рассказали, что каждый год они фиксируют по 10 миллиардов поисковых запросов, связанных с проблемами кожи, ногтей и волос. Два миллиарда человек во всем мире страдают от дерматологических заболеваний, но специалистов по всему миру не хватает. В Google решили создать веб-приложение для первичной диагностики. Она уже сертифицирована в Европейском Союзе. В планах запустить его в работу в конце года. Использовать сервис просто. Надо сделать три фото проблемного участка кожи, волос или ногтей на смартфон, затем ответить на несколько вопросов о типе кожи, о том, как долго беспокоит проблема, и о других симптомах. Модель искусственного интеллекта проанализирует информацию и предоставит ответ с вероятным диагнозом. Само собой авторы софта указывают, инструмент не предназначен для постановки диагноза и не заменяет медицинскую консультацию, поскольку многие состояния требуют осмотра врачом или дополнительных исследований. Этот сервис — результат более чем трехлетних исследований в области машинного обучения и разработки продуктов для решения медицинских проблем. Очки, которые меняют степень защиты от яркого света. Компания Ampere представила разработку под названием Dusk. Это солнцезащитные очки, которые могут менять уровень затемнения стекол по команде. Для этого можно использовать кнопки на дужках или приложения для смартфона. Вообще, так называемые линзы-хамелеоны были изобретены еще в 1964 году, но принцип фотохромии предполагает, что уровень затемнения меняется в зависимости от яркости наружного освещения. На это уходит 60-90 секунд. В очках Dusk используется электрохромная технология. Она меняет тонировку линз при помощи электрических сигналов. Это происходит всего за одну десятую секунды. Также можно сохранить три профиля настроек и включать их максимально оперативно. На рынок будут выведены две модели Dusk Lite и Dusk. В топовой модели Dusk есть динамики и микрофон. Можно совершать телефонные звонки и вызывать голосового помощника. На сайте Indiegogo открыта краудфандинговая компания для запуска производства очков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА